Сочинение Евгения Боротынского эта запись сделана для проекта LibriVox все записи LibriVox являются общественным достоянием для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org приложение биографический очерк часть третья после смерти мужа александра федоровна баратынская оставалась с детьми в москве весь 1810 год и в начале следующего года вернулась в мару хлопоты и и об евгении абрамовича были успешны и высочайшим указом от 7 сентября 1810 года баратынский был зачислен в пажеский его императорского величества корпус через полтора года ранней весной 1812 года мальчик был отвезен в петербург и отдан в частный немецкий пансион уилки коллинса для подготовки к поступлению в пажеский корпус в первый раз приходилось баратынском расставаться надолго с матерью с братьями и сестрами с гувернером боргеза совсем к чему уже привыкла в счастье его сердце но петербург привлекал к себе мальчика новизной впечатлений и в кругу многочисленных товарищей сверстников надеялся он найти те удовольствия которых был лишён дома с удовольствием поэтому ехал баратынский в петербург но уже первое письмо 12-летнего мальчика дышит разочарованием и грустью не ва теперь вся очистилась от льдин сколько парусных лодок и кораблей но вместе с тем маменька без вас все мне кажется неладным когда я уезжал я еще не чувствовал всей тягости нашей разлуки я не знал ее но теперь маменька какая разница петербург поразил меня своею красотою все мне казалось счастливым но здесь со всеми были матери я думал что с товарищами мне будет весело но нет всякий играет с другим как с игрушкой без дружбы безо всего какая разница когда мы были с вами последние дни хотя мне было грустно я все же чувствовал удовольствие быть еще с вами и сказать вам откровенно я думал уезжая что мне будет гораздо веселее с мальчиками моих лет чем с маменькой потому что она уже большая но увы я очень ошибся я думал найти дружбу а нашел лишь холодную притворную учтивость расчетливую дружбу пока у меня было яблоко или что другое все были моими друзьями но потом все было опять потеряно уверив себя в таком первом разочаровании в людях маленький баратынский начинает сторониться от людей и замыкается в себе проводя свой досуг в занятиях математикой и рисованием к чему он имел большие способности влечения и в чтении книг будучи еще в пансионе баратынский абонировался в библиотеке плюшара и книга стала его близким другом перед ним открылся новый мир мир французской литературы поэзии и философии восемнадцатого века 12-летний мальчик кажется всего больше увлекался вольтером и энциклопедистами легкая французская поэзия была ему в то время мало знакома влияние эротической поэзии парни столь популярной у нас в начале века его мало коснулась и поэт мог впоследствии говорить с полным правом что цитерских истин возвеститель парни не брат не сват совсем он не отец мой крестный с обширной французской классической литературой 17-го и 18-го веков он однако хорошо ознакомился и это знакомство сильно повлияло на выработку его мировоззрение склонного к рационализму к господству мысли над чувством нельзя сказать впрочем чтобы в юности да и впоследствии в зрелых годах у баратынского над чувством преобладала мысль но борьба мысли с чувством обозначившаяся так ярко и резко в тридцатых годах проверка мысли и чувства начинается еще в эту отроческую пору жизни поэта рационализм французской литературы на который баратынский учился мыслить повлиял на него тем сильнее что он был еще в первом детстве задумчивым и впечатлительным мальчиком и влиянием именно французской литературы объясняется то склонность к резонер ству которая обнаруживается в нем в отроческую пору и это резонер ства часто скрывает от наших глаз мягкого сердечного и отзывчивого мальчика каким знали и любили баратынского все родственники кто не упрекнет но совершенно несправедливо 14-летнего усердного читателя и поклонника французской литературы утешающего свою мать в горе такими словами мы узнали с величайшую горестью о кончине нашей бабушки я не имел счастье знать ее но если она напоминала вас как бы я любил ее мне понятно ваше горе но подумайте милая маменька это закон природы мы родимся для того чтобы умереть и несколькими часами раньше или позже должны покинуть маленький атом пыли называемой землею будем надеяться что в лучшем мире мы снова увидимся с теми кем мы здесь дорожили бог любит нас и без сомнения не захочет воздать нам безотрадную вечностью за жизнь наполненную столькими горестями сегодня мы отдадим последний долг памяти нашей бабушки ежели эти обряды могут быть ей полезными это конечно великое утешение для сердца быть может это заблуждение но я люблю его она утешает меня в печали прощайте милая маменька я бы желал чтобы утрата это не слишком сокрушала вас не смею сказать вам забудьте о ней я знаю это слишком тягостно для чувствительного сердца конец цитаты письмо это несомненно навеяно чтением и книжно звучат выражения закон природы а там пыли сомнения в пользе обрядов но все эти книжные выражения свидетельствуют все-таки о тяжелой душевной драме чтение французских поэтов пробудила в баратынском желание писать стихи и от этого времени его пребывания в пансионе сохранилось одно французское стихотворение довольно гладкое стихотворное послание к матери смотри приложение первое чтение французских классиков и увлечения математикой и рисованием помешали баратынскому хорошо усвоить немецкий язык мало распространенный в русском обществе вследствие плохого знания этого языка поэт мог поступить только в четвертый класс пажеского корпуса хотя по другим своим познаниям он отвечал требованиям старшего класса в декабре 1812 года баратынский поступил в пажеский корпус и через два месяца писал матери о том впечатление какое на него произвело новое училище меня экзаменовали и поместили в четвертый класс в отделение господина василия осиповича кристофовича ах маменька какой этот добрый офицер при том же он знаком дяденьки сноска в письме к жуковскому в 1823 году баратынский писал об этом добром офицере как о пьянице который возненавидел поэта с первого взгляда и стал его преследовать конец сноски лишь только я определился позвал он меня к себе рассказал все что касается до корпуса даже из какими из пажей могу я быть другом я к нему хожу всякий вечер с другими пажами которые к нему ходят он только зовет к себе тех которые хорошо себя ведут встаем мы в пять часов в половине шестого на молитву до шести потом к чаю до половины седьмого в классы в семь до одиннадцати в двенадцать обедать а потом в классы от двух до четырех в семь часов и в восемь часов ложимся спать хорошее впечатление произвел и новый паж на своего воспитателя который приблизительно в то же время аттестация к первому марта 1813 года отзывался о своем воспитаннике так баратынский 13 лет вступил в корпус 1812 года поведение хорошего нрава хорошего опрятен штрафован не был греческого закона четвертого класса баратынскому хорошо подготовленному было нетрудно учиться в корпусе и он весною 1813 года после пасхальных вакаций проведенных у п баратынского выдержал блестящие экзамены и перешел в третий класс удостоенной награды за успехи в науках и добронравии первый год корпусной жизни окончился для баратынского благополучно он привык к корпусу и полюбил его осенью он возвращался в корпус с охотой у как о том свидетельствует м а пончулидзова сообщавшая 15 сентября 1813 года матери поэта что бубуша в корпусе уже в другой раз это место ему лучше всех нравится мы не знаем подробностей о дальнейшем пребывание баратынского в корпусе но как можно судить по некоторым отрывочным сведениям и по отзывам корпусного начальства любовь его к корпусу ослабевала мальчик стал сильнее скучать по дому становился все более и более скрытным и занятые работаю мысли и своими любимыми занятиями математикой и рисованием менее прилежно относился к урокам что и отозвалось на его успехах после весенних экзаменов 1814 года выяснилось что баратынский остался в том же классе третьим сообщая об этом матери в двух словах и утешая ее надеждою на будущий год баратынский в своем письме переходит к тому что захватывает его гораздо более чем неудача на экзаменах и подробно говорит о том как сейчас я занимаюсь в минуты отдыха переводом и сочинением маленьких историй и сказать вам правду я больше всего люблю поэзию я очень бы хотел быть автором следующий раз я вам пришлю нечто вроде маленького романа который я кончаю я очень желал бы знать что вы о нем скажете если вам покажется что у меня есть кое-какой талант я буду изучать правило чтобы совершенствоваться в этом конец цитаты дальше следует пространная и жестокая критика русских присяжных переводчиков и письмо кончается любопытной просьбой сообщить юному писателю в каком виде придет его письмо запечатанным или распечатанным не следует удивляться тому что талант баратынского получил такое позднее развитие в сравнении с его сверстниками пушкиным дельвигом и другими лицеистами уже в 14-15 лет обращавшими на себя внимание не только друзей но и читающей публики объяснение такого позднего развития заключается в глубоком отличие уклада жизни к царскосельского лицея от жизни в пажеском корпусе в последнем бывали случайные выступления поэтов вроде креницына но не было живого литературного общества не было соревнования в поэзии и того общего гуманитарно-передового направления которое благоприятствовало развитию лицейской поэзии и в то время как барон дельвиг громко приветствовал появление нового таланта в лице своего товарища пушкина предсказывая ему бессмертие пушкин он и в лесах не укроется лира выдаст его громким пением и от смертных восхитит бессмертного аполлон на олимп торжествующий баратынский тихомолком боясь чтобы кто-нибудь не узнал писал матери о том что он больше всего любит поэзию и признавался в своем желании быть автором сознание своего поэтического призвания появилась в баратынском также рано как и у его сверстников пушкина и дельвига но укрепить его в этом сознании и поддержать никто не мог литературные традиции были чужды семьи баратынского в корпусе его не посещали ни жуковский не князь вяземский не другие писатели да и кроме того баратынский был слишком замкнутым и неуверенным в себе юношей чтобы просить советов и показывать свои творения баратынскому приходилось идти ощупью по новой неведомой дороге и потому неудивительно что огонь поэзии присутствие которого почувствовал в душе своей паш баратынский на долгое время погас в нем или ни в чем не проявлялся будущий поэт вступал в тот тяжелый для него переходный возраст когда он особенно нуждался в поддержке и в указании ему пути и он не получал ни от кого таких указаний мать была далеко и по-видимому не догадывалась о том сложном процессе который происходил в душе ее сына в ту критическую пору когда мальчик перерождался в юношу баратынский оказался без всяких руководителей как раз в это время был уволен по болезни из корпуса его воспитатель кристофович и баратынский перешел к новому воспитателю капитану мацнёву последний часто болел у него была чахотка и отсутствовал по целым месяцем и тогда роль воспитателя переходила к капитану де симон такая смена воспитателей не могла не отражаться и на их воспитанник ах пожах которые заметно стали распускаться в поведении поэтическая природа баратынского не находила себе питание в окружающей обстановке религиозная опора была отнята неопытный ум ставил себе вопросы с которыми не мог справиться и на которые не мог найти ответов и юношей овладела душевная тревога и беспокойство очень заметно отразившиеся в его письмах в это время баратынский мечтал о морской службе и умолял мать об этой милости так как мои интересы которые вам так дороги как вы говорите этого настоятельно требуют я знаю чего стоит вашему сердцу видеть меня в столь опасной службе на скажите знаете ли вы где во всей вселенной кроме царства океана жизнь человеческая не было бы подвержена тысячи опасностей где смерть не похитила бы у матери сына отца сестру везде малейшее дуновение может разрушить ломкую пружину которую мы называем нашим существованием хоть вы и говорите милая маменька что есть вещи зависящие от нас есть и другие которые доверены проведению наши действия наши мысли зависят от нас но я не могу верить чтобы наша смерть зависела от выбора службы на суше или на море я вас умоляю милая маменька не противится моей наклонности я не могу служить в гвардии ее слишком берегут во время войны она ничего не делает и остается в постыдной праздности и вы называете это существованием нет это не существование а непрерывный покой поверьте мне милая маменька что ко всему можно привыкнуть кроме покоя и скуки я бы предпочел лучше быть совершенно несчастным чем совершенно спокойным в свете живое и глубокое чувство заняло бы по крайней мере мою душу целиком сознание моих несчастье напоминала бы мне что я существую в самом деле я чувствую что мне всегда нужно что-либо опасное что бы меня занимало без этого я скучаю представьте моя дорогая меня на палубе среди разъяренного моря бешеную бурю подвластную мне доску между мною и смертью морских чудовищ девящихся чудесному орудию произведению человеческого гения повелевающего стихиям конец цитаты всегда уравновешенный тихий спокойный ребенок больше всего любящий поэзию и думы как-то резко скачками стал меняться тяготиться спокойствием и скукой и потому стал выбирать себе товарищей бывших далеко не на отличном счету но импонировавших своей веселостью и удалью или бесстрашием и вызывающим поведением протестом против распорядка в корпусной жизни начальство так характеризовала новых товарищей баратынского ханыков 3 поведение изрядного нрава веселого преклонский поведение шаловливого нрава веселого и упрямого не всегда опрятен креницыны оба поведение посредственного нрава вспыльчивого сноска заметим что к одному из братьев креницыных александру николаевичу автору нескольких памфлетов баратынский обратился в 1819 году с посланием которое свидетельствует о том что а.н. креницын был его товарищем не только по шалостям обращаясь к своему товарищу радостей молодых баратынский писал о милый я с тобой когда-то счастлив был где время прежние где прежние мечтания и живость детских чувств и сладостью пованья все хладный опыт истребил когда рассеянно с унынием внимать я буду сынам твоим о будущем а счастье когда в мечтах твоих не буду принимать как прежде пылкое сердечное участие не сетуй на меня а друге пожалей конец сноски со своими новыми товарищами баратынский занимался различными шалостями и проступки друзей как можно думать бывали порой весьма серьезного свойства и в этих проступках сказывалась та порывистость и неуравновешенность которые характерны для баратынского юноши и которые заставили его мечтать об опасностях морской службы заметим кстати что раскаяние после совершенного проступка всегда мучила баратынского и не отвечала размером его шалости к концу октября 1814 года относится первая шалость пажа до сих пор бывшего образцовым по поведению сноска в чем заключались шалости проступки молодых пажей неизвестно сам баратынский рассказывал впоследствии в письме к жуковскому что он задумал составить общество мстителей имеющих целью сколь возможно мучить наших начальников описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли взятой из шиллера и остальным совершенно детским его подробностям нас было пятеро мы собирались каждый вечер на чердаке после ужина по общему условию ничего не ели за общим столом а уносили оттуда все съестные припасы которые возможно было унести в карманах и потом свободно пировали в нашем убежище тут то оплакивали мы вместе судьбу свою тут выдумывали разного рода проказы которые после решительно приводили в действие иногда наши учителя находили свои шляпы прибитыми к окнам на которые их клали иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку от чего у него раздулся нос всего пересказать невозможно выдумав шалость мы по жеребью выбирали исполнителя он должен был отвечать один ежели попадется на самые смелые я обыкновенно брал на себя как начальник конец цитаты ввиду того что это письмо было написано жуков скому с целью смягчить свою участь и носила полудружеский полуофициальный характер ему не слишком можно доверять и н я максимов евгений абрамович баратынский по бумагам пажес кого е и в корпуса русская старина 1870 год том 2 страницы 638 тире 647 доказал целый ряд уклонений баратынского от действительности окончательно опровергаются некоторые показания баратынского его же письмами из корпуса конец сноски к концу октября 1814 года относятся первая шалость пажа до сих пор бывшего образцовым по поведению и через несколько дней провинившийся баратынский пишет следующее письмо матери любезная маменька я не знаю как изъяснить вам все что я теперь чувствую могу ли надеяться когда-нибудь получить прощение в проступке который я сделал не столько меня трогает наказание которое я получил как мысль что я причинил вам столько горести ах будьте уверены что ваши слезы весьма мне дороги как могу я когда-нибудь достойно заплатить вам за всю вашу камни милость и любовь а вместо того чтобы как-нибудь изъяснить вам мою признательность я довольно неблагодарен чтобы наполнить вашу жизнь горестими о моем худом поведении поверьте милая маменька что слезы ваши гораздо для меня более значат чем все наказания теперь слава богу я прощен но только мысль что вы все еще печалитесь и сердитесь заставляет меня более тому печалиться нежели радоваться я надеюсь будущим поведением загладить вину свою и опять быть достойным вашей любви простите меня милая маменька избавьте меня от мучения которые терплю думая о вашей горести остаюсь ваш все покорный и раскаивающийся сын евгений баратынский в следующем письме баратынский благодарит мать за ту радость которую принесло ему ее прощение утешившие его и прибавляет она примирила меня с самим собою и мне теперь ясно во сколько раз это драгоценнее всех удовольствий рассеяния и мы снова видим прежнего мягкого и чувствительного мальчика и оттестованы к первому ноября 1814 года капитаном мацнёвым поведение и нрава дурного баратынский к первому декабря показан капитаном для симон нештрафованным нравоизрядного и добавлено что его поведение поправляется и после этого следует целый ряд аттестации 1815 года в которых как на кривой можно видеть резкие переходы баратынского чувства к шалости к мечтам отважных дум от проступков за которые он бывал штрафован и назывался дурным по нраву к поведению отмечаемому его воспитателями не только как поправляющемуся но и вызывающему лестные отзывы в которых он называется примерным по поведению и нраву заметим что аттестации капитана де симон носят вообще более благожелательный характер чем аттестации болезненного и раздражительного капитана мацнёва воспитатели заметили скрытность характера и колебания в темпераменте баратынского но ничего не сделали для того чтобы облегчить ему тяжелый духовный рост и единственной заботой о нем было запрещение ходить по праздникам к родственникам мера которая могла произвести только отрицательное действие так как от юноши была отнята последняя опора последняя помощь со стороны горячо любивших его родных и предоставленные самому себе своим товарищам и если верить словам баратынского в его письме к жуковскому романом о разбойничьих похождениях баратынский обнаружил ту шаткость характера которая привела его в феврале 1816 года к катастрофе об этой катастрофе он подробно рассказывает в письме к жуковскому описав обществом мстителей имевших главную целью мучить своих начальников поэт продолжает спустя несколько времени мы на беду мою приняли в наше общество еще одного товарища а именно сына того коммергера сноска преклонского который я думаю вам известен как по моему так по своему несчастью мы давно замечали что у него водится что-то слишком много денег нам казалось невероятным чтобы родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 рублей каждую неделю мы вошли к нему в доверенность и узнали что он подобрал ключ к бюро своего отца где большими кучами лежат казенные ассигнации и что он всякую неделю берет оттуда по несколько бумажек овладев его тайны и разумеется что мы стали пользоваться и его деньгами чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних мы ели конфекты фунтами но блаженная эта жизнь недолго продолжалась мать нашего товарища жившая тогда в москве сделалась опасно больна и желала видеть своего сына он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему ханыкову возьмите он вам пригодится сказал он нам с самым трогательным чувством и в самом деле он нам слишком пригодился отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние прощайте пироги и пирожные должна от всего отказаться но это было для нас слишком трудно мы уже приучили себя к роскоши надобно было приняться за выдумки думали и выдумали должен вам сказать что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни на которых я мог бы основать систему предопределения я был в больнице вместе с его сыном и в скуке долгого выздоровления устроил маленький кукольный театр навестив однажды моего товарища он очень любовался моей игрушкой у и прибавил что давно обещал такую же маленькой своей дочери но не мог еще найти хорошо сделанной я предложил ему свою от доброго сердца он принял подарок очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном но я не воспользовался его приглашением между тем ханыков как родственник часто бывал в его доме нам пришло на ум что возможно одному негодяю возможно и другому но ханыков объявил нам что за разные прежние его проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать что ему непременно нужен товарищ который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание я не был но имел право быть в несчастном доме я решился помогать ханыкову подошли святки сноска в действительности это происшествие имело место не на святках а на масленице конец сноски нас распускали к родным обманув каждый по-своему дежурных офицеров все пятеро вышли из корпуса и собрались у малинари мне и ханыкову положено было идти в гости к известной особе исполнить если можно наше намерение и прийти с ответом к нашим товарищам которые должны были нас дожидаться в лоб мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшую в свете дорогою нужно ли рассказывать остальное конец цитаты об остальном рассказывает уже главный директор пажеского и кадетских корпусов генерал-лейтенант клингер во все подданнейшем рапорте от 22 февраля 1816 года ниже следующее баратынский и ханыков были отпущены в виде поощрения на масленицу к родственникам но они вместо того чтобы идти к родственникам с присланными за ними людьми с коими из корпуса отпущены были пошли к камергеру преклонскому по знакомству их с сыном его пажем преклонским и вынули у него из бюро черепаховую в золотой оправе табакерку и 500 рублей ассигнациями директор корпуса коль скоро о сем узнал послал гофмейстера на придворный прачечный двор к костелянши фрейганг у которой по порученности от матери находились по случаю масленицы два пожа креницыны у коих поизвестный по корпусу между ними связи предполагали найти и упомянутых пажей ханикова и баратынского как действительно и оказалось пожи сии по приводе их в корпус посажены будучи под арест в две особые комнаты признавались что взяли упомянутые деньги и табакерку которую изломал оставили себе только золотую оправу а на деньги накупили разных вещей на 270 прокатали и пролакомили 180 да найдено у них 50 рублей кое вместе с отобранными у них купленными ими вещами возвращены господину камергеру приклонскому конец цитаты дело о баратынском пошло очень ускоренным темпом кражи была совершена в середине февраля 22 февраля подан рапорт клингера который был немедленно доложен государю князем голицыным впоследствии хлопотавшим о смягчении участи поэта 1 марта баратынский показан уже не числящимся в списке пажей а 3 марта последовало приказание министра по всем учреждениям объявлявшего волю государя состоявшую в запрещении принимать на какую бы то ни было службу баратынского и ханыкова как исключенных из пажеского корпуса за негодное поведение на александра первого это происшествие в пажеском его императорского величества корпусе произвело глубокое и тяжелое впечатление он был совершенно уверен в том что баратынский и ханыков прирожденные преступники и негодяи и сколько-нибудь нисходительное и милостивое отношение к ним казалось ему уже преступным следствие такого взгляда государя на проступок баратынского все хлопоты и просьбы о поэте в течение многих лет оставались без результата и император запретил упоминать о баратынском прежде чем он сам не вспомнит о бывшем своем паже баратынский был исключен из корпуса без права поступления на какую бы то ни было службу разве если пожелает рядовым и отдан на попечение своего дяди богдана андреевича только тогда когда уже разразилась над ним страшная гроза баратынский с ужасом увидел по какому пути он шел последние годы и как-то мгновенно прояснились его очи и ожила душа для страдания эта катастрофа потрясла до основания его молодой организм и первое время он был близок к самоубийству до которого его не допустили и нравственное просветление души ужаснувшийся после вкушения от плодов зла и родные поддерживавшие поэта и умело оберегавшие его от дурных влияний и отчаяния то чего не могло добиться корпусное начальство всеми своими строгостями и штрафами перевоспитание юноши того поразительно легко добились его родные тем что нашли самый простой путь путь сердца к сердцу я ожидал укоров говорил баратынский но нашел одни слезы без дну нежности которая меня тем более трогала чем менее я был ее достоин в продолжение четырех лет никто не говорил с моим сердцем она сильно встрепетала при живом к нему воззвании свет его разогнал призраки омрачившие мое воображение посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего проступка так и его последствий конец цитаты и конец третьей части биографического очерка читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки и Продолжение следует...